Конституция Не мог, потому что победитель-оккупант заинтересован запрограммировать неспособность бывшего побежденного врага восстановиться и вновь стать оппонентом или врагом. Не будет девалюрации. Твердый и четко. Твердый и четко. И он закладывает эту таблетку, которая страну делает импотентом. Плюрализм идеологии – это тоже изрядная ловушка. Потому что сразу хочется спросить, а идеология фашизма тоже допускается? Идеология насилия? Идеология превосходства? Нет, скажут, там же отдельная статья, не допускается пропаганда расовой, социальной, национальной розни, призыва к вооруженному союзению действующей власти. Да, но этого мало. Потому что есть очень важные цивилизационные различия. В 90-е годы романтический и безграмотный народ наш, я к нему принадлежал, тащился от Горбачевских нововведений. Завтра читаете газеты и служите радио. Мужчины настраиваете радиоприемники. И был такой лозунг. Ну, сейчас его тоже знают, и даже некоторые именитые политологи им жонглируют. Все, что не запрещено, то разрешено. И это выдается за вершину демократии, свободы, цивилизованности, взятой этой западной цивилизации. И надо вдуматься, что этот лозунг означает. Все, что запрещено, это некое зло. Ну и правильно, зло надо запрещать. Остальное разрешено. А вот это уже пассивная норма. Ну, разрешено. А ты собираешься остальное, то есть добро, активировать, достигать, делать целью, делать мотиватором, полюсом притяжения. Да ничего подобного. Просто зло запретили, а остальное, как там, трава вырастет, и не важно. Вот российская цивилизационная формула, цивилизационно-культурная, православно-культурная формула, она другая. Конечно, зло должно быть запрещено, но при этом ты должен стремиться активировать свое движение к добру. Активная позиция, вот, продвижение к той самой нравственности, которой в западных языках нет. К тому самому идеалу, точнее идеалам, вот их 12 на самом деле, необходимое достаточное количество, которое человека делает человеком, а общество делает человеческим. Так вот, собрание этих идеалов и есть идеология. Если она в стране запрещена, то страна имеет шанс стать скорее расчеловеченным сообществом. А человек имеет шанс стать потребителем и необходимой там смазкой для работы консюмеристского, современного там экономико-культурного, западного механизма. А Россия в рынок сбыта. А мы тогда в кого? Даже не в свиней. Синюю надо уважать, потому что она к своему идеалу стремится. В отличие от русских семей, рожает там по 16 поросят. Узнай больше на Концептуал РФ.